Танец Наталья, здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, что для вас значит танец? Что он дает вам? Танец, он дает самовыражение. Это тоже одна из составляющих фигуры Маслоу. То есть сначала это физические потребности и так далее. Человек не может жить, если он не самовыражается. Танец для меня это самовыражение. И также это возможность, наверное, не только возможность, это познание мира, познание мира через движение, через жест, через музыку, через костюм. Наверное, так. А какой вам вид танца больше нравится? Классический, современный или еще какой-то? Мне нравятся все танцы. Они каждый по-своему интересен. И каждый несет в себе что-то свое. Поэтому нужно, на мой взгляд, по крайней мере, я интересуюсь всеми направлениями. Они действительно интересны всем. Но больше сейчас мы делаем акцент на историческом танце. Я считаю, что для нашего города сейчас это самое интересное и самое актуальное. Есть такой стереотип в обществе, что танцы, которые именуются бальными и, собственно, балуются ответственно тогда, они дают человеку, ну, скажем, чувство закрепощения какого-то, поскольку требуют обязательного наряда, специального, обязательных каких-то движений. И есть такой стереотип, что танец он не освобождает, скажем, а вот вам дает танец чувство свободы, раскрепощения, полета, может быть, духа, творчества и так далее. Чувство полета дает сама подготовка к балу. Это то, когда ты начинаешь продумывать свой образ, когда ты начинаешь искать какие-то исторические аналоги, когда ты готовишь, какая у тебя будет прическа, какие у тебя будут украшения к платью. То есть вот это, оно дает как раз определенную тоже свободу. То есть ты можешь выразить то, что ты хочешь сказать сегодня. И ты можешь изменить это к следующему балу, к следующему. Никто этого не запрещает. То, что есть какие-то определенные регламенты, это, наверное, даже и хорошо, потому что выйти за рамки мы можем всегда. А суметь остаться в рамках и выразить себя, взять, например, ту же мазурку. Мужчины, танцуя этот прекрасный танец, они каждый показывали свое «я» и делали одни и те же движения, казалось бы, но каждый делал по-разному и хотел перещеголять другого, чтобы увлечь дам своим мастерством. И вот в этом как раз, на мой взгляд, и есть свобода и профессионализм, и мастерство. То есть насколько можно быть виртуозом, чтобы в таких узких рамках суметь сделать что-то вау, какое потрясающее. То же самое и для дам, один и тот же жест рукой может быть выполнен совсем по-разному и говорить о разных вещах. Где-то это какой-то флирт, кокетство, где-то это наоборот, там, нет, я не буду с вами танцевать. То есть хотя, казалось бы, это одно и то же физики, да, в пространстве. А значение, то, как выполняется это движение, это совсем разное. Наталья, считаете ли вы, что в Алапаевске все большую популярность приобретают бальные танцы и тем более благотворительные балы? Ну, об этом говорит количество участников. Оно растет год от года. К сожалению, в этом году было меньше участников на рождественском балу, но это по субъективным, в общем-то, причинам. Это не, как сказать, не то, что на такое видимое падение, а действительно субъективные причины. А в целом количество зрителей, количество участников, количество отзывов, просмотров как раз и говорит о том, что это направление набирает обороты с каждым днем, даже я бы сказала. 27 августа планируется какое-то мероприятие. Может, скажете пару слов о нем? 27 августа планируется традиционный уже Елизаветинский бал, пикник. Это очень отрадно, что этот день два года назад, причем с таким чудом даже, я бы сказала, проведенный, потому что по-другому это никак не назовешь. То есть мы понимаем, что с нами Елизавета Федоровна, она нам помогает, она нас ведет, и поэтому мы очень рады организовать этот праздник для города вновь и вновь. И приглашаем всех желающих 27 августа в 14 часов на Соборную площадь к нашему замечательному историческому зданию, Свято-Троицкому собору, на ту площадь, где издавна собирались все горожане на крупные какие-то городские праздники, на празднование юбилея нашего металлургического завода. И хотелось бы, чтобы эта площадь тоже имела такое же большое значение и сегодня, как в то время. Поэтому ждем вас 27 августа на Соборной площади на Елизаветинский бал-пикник. Дресс-код для дам, длинное платье в пол. Для кавалеров, опрятный вид, костюм или рубашка. Дресс-код для дам, длинное платье в пол. Дресс-код для дам, длинное платье в пол. Субтитры создавал DimaTorzok